Приветствую вас! Мне бы хотелось начаться с того, чтобы вообще-то, говоря, разобраться с первосемьем, что вы пишете. В первую очередь, значит, вы говорите, что хотели бы помощи. Вас смутим на стали тяжелые времена, двое детей смутим постоянно ссориться. Этот раз конкретно поссорились только девочек, что вы один другому как-то, значит, насолил, обидел и так далее. Поссорились из-за того, что просто вы хотели с ним поехать на поезде, побыть с ним наедине, поговорить, ласку подшелся на детском, а то вам только, у вас в голове только гуляние и люди бы потратить деньги. Он просто очень болен деньгами. Говорите, вы посоветуйте, как быть в моей ситуации. Ну, во-первых, не очень понятно, какую помощь вы хотите. То есть, ваш мужчина болен деньгами. Что это значит? А как это лучше понять, класс? Вот болен деньгами мужчина. Болен деньгами имеется в виду, что он жадный, что он, там, не знаю, скупой, что он на всем экономит, что он чего-то боится, что у него тревожность, что у него страх. Если это так, то с этим нужно работать, поскольку это первопричина. Получается, что ваша ссора изначально – это первопричина, которая заключается в его отношении к деньгам. Отношение к деньгам выработалось в результате и как реакция на определенные обстоятельства. Значит, с этой реакцией нужно работать. Это первое. Второе. Вы говорите, что вы ссоритесь с вашим мужем постоянно. Но вот конкретную причину ссоры вы написали. Это из-за денег, из-за того, что мужчина не захотел, чтобы вы поехали с ним в поезде, так как это, я так понимаю, более дорого обойдется в плане покупки билетов. Допустим. Но это ведь только одна ссора. А если вы же постоянно ссорите, значит ссоры начались давно, еще какое-то время назад. Полагаю, с того момента, когда у вас начались тяжелые времена. Так вот, с какого момента начались тяжелые времена? Почему они начались? Вот это остается за кадром. Дальше. Дальше вы, значит, пишете о том, что у вас двое детей, и вы постоянно ссоритесь, я так понимаю, при детях. Тоже вот не очень понятно. Понимаете, если у вашего мужа есть проблемы, если, как вы говорите, он болен деньгами, и если допустить, что все проблемы ваши из-за этого, то вам его, как правильно сказал коллега, не переделать. Вам не переделать своего мужа. Но вы можете изменить свое отношение к нему. Например, понятно, что если человек болен, значит он неадекватен, и он не способен воспринимать объективно, уравновешенно то, что происходит вокруг, в том числе и вас. Далее. В нашей жизни происходит очень много всяких событий, обстоятельств, происшествий, случаев и так далее. И каждый человек в этих одинаковых событиях, в одних и тех же событиях, видит что-то свое. Так же, как профессионал, то есть специалист, в одном и тех же событиях, видит ту сферу, которая ближе им. И если ваш муж, в общем-то, в невинном предложении поехать с ним в поезде, увидел какую-то угрозу или какую-то подоплеку, связанную с деньгами, то это, как вы, наверное, понимаете, его проблема, неважно. И когда вы ссоритесь с ним, а ссоритесь-то вы, по сути, с больным человеком, как вы говорите, то вы, получается, разговариваете со стеной. Потому что с больным человеком на тему, на тему, у которой он болен, разговаривать и спорить бесполезно. И он, ваш муж, судя по всему, не понимает, что у него проблемы. А раз так, то доказывать взрослому человеку, что у него проблемы, так же не имеет смысла. Это ни к чему не приведет к хорошему. Вам нужно своим поведением просто-напросто от него абстрагироваться, показать, что вы не собираетесь купать с ним конфликты, не собираетесь находиться с ним на одном уровне, а когда вы ссоритесь, вы именно это делаете. Но собираетесь в пределах свои интересы и интересы своих детей. Кстати говоря, они в интересах ваших детей, то, что вы ссоритесь и пытаетесь друг друга насолить. Если это делает ваш муж, это может быть следствием его болезни, как вы говорите, с которой еще нужно разобраться, кстати. А вы-то почему так делаете? Вы же не больны? И вот это тоже то, что вам нужно сделать. То есть, если говорить о рекомендациях по поводу того, как вам быть в этой ситуации, то это абстрагирование и обособление от него. Это понимание того, в чем вы нуждаетесь, в чем вы зависите от своего мужа, и реализация этого самостоятельно, дабы не быть от него зависимым. Тем самым вы, как бы, будете взывать к тем основам отношений, которые, вообще-то говоря, вы забыли. Почему вы забыли? Ну, забыли вы, наверное, потому что быть, потому что он уверен, что вы никуда не денетесь, потому что он знает, что вам деться, что вы к нему привязаны и так далее. И на этом фоне у него он вызывает, наверное, болезнь денег. Если почувствует, поймет, что вы можете уйти, и почувствует, поймет, что может вас потерять, то, соответственно, болезнь денег либо отойдет на второй план, либо он осознает, что она ему вредит, когда болезнь денег и на смерть не что-то делает, то даже ему можно будет помочь. Либо вы с ним расстанетесь. То есть вариантов, как таковых, здесь больше нет, к сожалению. Вот и все. И я вам очень рекомендую в конфликтах участвовать прекращать, потому что, как я уже сказал, это бесполезно, ибо человек взрослый, человек современовавшийся, человек со своими взглядами на жизнь, так еще и больной, ну, не надо участвовать с ним в конфликтах, это не имеет смысла никакого. Вы и вредите себе, и вредите своим детям, и в итоге получается, что страдают все. А зачем это делать, совершенно непонятно. Лучше занять позицию ту, о которой я говорил. Она более полезна, более продуктивна и менее затратна по вашим ресурсам будет. Ну и, вообще-то говоря, неплохо было бы понять, что все-таки произошло у вас, что наступили тяжелые времена. То есть, когда вы жили хорошо, когда у вас все было замечательно, и когда все начало портиться, по каким причинам. Вот это возможно, если это разобрать, то можно увидеть и возможные варианты разрешения в той самой ситуации, из-за которой у вас наступили эти самые тяжелые времена. Потому что пока непонятно вообще, в чем конфликт заключается даже. А это значит, что вам предстоит работа с специалистом, либо вы дополните свой вопрос, но если дополнить свой вопрос, то очень маленькая вероятность, что эксперт увидит его, потому что дополнения не очень хорошо отображаются на сайте. Так что решать вам. Понимаете, если вы хотите действительно сохранить свою семью, помочь своему мужу хоть немного, и обезопасить себя и своих детей от негативных эмоций, от негативных последствий и так далее, то вам нужно настраиваться на работу по гармонизации отношений. Настраиваться на работу по формированию у себя таких качеств, как компромисс, терпеливость, понимание, целеутремленность к своим цельным и идеалам, понимание, кто вы, куда идете. И это все поможет вам выйти из этой ситуации с максимальным положительным моментом и минимальным негативным. Но это все-таки работа, потому что не только ваш муж не все ответственны за то, что произошло, но и вы, потому что отношения строят два человека. И если ваш муж не осознает того, что с ним происходит, то вы, раз пришли к нам на ресурс, значит, осознаете, но у вас еще ответственность здесь. И хотя бы одинить, что это себя начнет менять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok